Система отчетности Я докажу вам, что и системы отчетности бывают интересными На слайде немного обо мне А мое выступление будет полезно тем, кто только слышал о методах и подходах Big Data Но никогда не сталкивался с ними Если вы уже внедряете корпоративное хранилище данных Возможно для каких-то иных целей Мне кажется, или я немножко прерываюсь? Все хорошо Если вы уже внедряете какое-то корпоративное хранилище данных Для иных целей То вы сможете сравнить свой опыт с методами и подходами О которых расскажу я Выступление будет поделено на три части В первой я погружу вас в банковскую отрасль Далее расскажу об архитектуре хранилища данных, которые мы построили И о том, какой же путь проходят наши данные От источника до готового отчета И в завершении о внутренних регламентах И о том, с какими задачами Порой очень нетривиальными Приходится сталкиваться аналитикам каждый день А начнем мы с вами сразу с примера Представим, что у нас есть клиент Который открыл счет в банке Таких клиентов миллионы Счетов, соответственно, тоже миллионы И представим, все эти счета хранятся в одной системе Каждый день клиент совершает различные операции Он покупает что-то в магазине Снимает наличные в банкомате Ему кто-то переводит деньги Все эти операции фиксируются в системе И, соответственно, если клиентов миллионы Операции таких миллионы-миллионов И пусть эти операции хранятся в какой-то другой нашей системе В итоге мы должны эти две системы соединить Данные между собой связать Наложить определенные фильтры И получить отчетность, которая далее направляется в Центробанк Основными целями нашего проекта Стали создание системы хранилища данных Чтобы все данные мы могли видеть в одном месте А также автоматизация формирования отчетности На основе этих данных Которые мы уже храним в одном месте Уже по ходу работы над проектом Стало появляться большое количество вопросов На которые нам приходится отвечать каждый день И давайте уже ответим на первый вопрос Как же нам построить хранилище данных Всю информацию из системы источников Мы перекладываем в первичный слой данных Там информация сохраняется один к одному Это позволяет нам не учитывать Никакие изменения, которые происходят в источнике И строить свою логику на основе первичного слоя данных Представляете, сколько бы... А, секундочку... Как же данные вообще переходят в этот первичный слой данных? Для этого мы пишем потоки загрузки данных Часто у них бывает сложная логика А бывает иногда простая Когда нам просто надо взять данные из источника И их переложить Для данной ситуации Когда мы забираем их из источника И кладем в первичный слой данных Нам бы пришлось написать огромное количество Ну, примерно однотипных потоков Которые просто берут и кладут Конечно, они выделяют инкремент Возможно, они меняют типы данных Но все равно это однотипная история Для такой ситуации у нас был, нами, нашей командой Был придуман такой поток Мы его называем универсальный загрузчик Который может автоматически взять данные И перенести их На вход ему надо только предоставить Соответствие полей источника и целевой таблицы И при запуске мы можем перенести уже не одну таблицу А гораздо больше Первичный слой данных построен На основе него собирается детальный слой данных К тому же закладывается какая-то логика определенная Мы изменяем данные Возможно, их как-то модифицируем Так, как нам может потребоваться в дальнейшем Вот приведу пример Представим, к нам из источника приходит номер счета Это одно поле, которое содержит 20 цифр Но мы знаем, что номер счета Содержит первые три цифры Это счет первого порядка Первые пять цифр – это счет второго порядка Цифры с шестой по восьмой обозначают валюту счета И часто нам приходится вырезать эти значения Для дальнейших расчетов Чтобы каждый аналитик в своей форме не вырезал Не совершал эти одинаковые операции То на детальном слое данных это уже все рассчитывается Продумывается и создаются дополнительные поля Если в дальнейшем мне потребуется валюта счета Я уже ее не буду повторно вырезать, я возьму готовое поле, которое у меня уже будет Условно, слой детальных данных можно разделить на сырые и бизнес-данные Бизнес-данные отличаются только тем, что в них заложена более сложная логика формирования потоков Какой же у нас пример может этому послужить? Здесь я сделаю небольшое отступление и расскажу вам, что же такое Hadoop Вкратце, Hadoop это файловая система Основное его отличие в том, что когда мы записываем данные Мы уже их не изменяем, не удаляем То есть если нам придет корректировка по какой-то записи Что бы мы сделали в реляционке? Мы бы ее удалили и загрузили корректировку В данном случае мы загружаем вторую строку с более высоким идентификатором Чтобы в дальнейшем понимать, какую строку нам надо взять, а какую оставить Потому что она уже не актуальна Также, когда мы работаем с таблицами в Hadoop Мы смотрим полностью всю таблицу для того, чтобы найти нужную нам запись Здесь не бывает индексов То есть мы не найдем конкретную строку Мы должны пересмотреть все И вот здесь у меня пример Есть таблица остатков по аналитическим счетам Как я уже рассказывала, когда по счету происходят различные операции В этот же момент у счета изменяется остаток И он фиксируется в системе Если по какому-то счету давно не происходило никаких операций То его остаток хранится очень давно Например, вот мы видим с вами счет M По которому остаток зафиксирован в мае 2019 года И представляете, если нам надо найти остатки актуальные по всем открытым счетам на сегодняшний день То чтобы найти этот остаток по счету F Нам придется пересмотреть всю таблицу И только в 2019 году мы окажемся у этой строки Что же можно сделать в таком случае? Для такой ситуации мы придумали таблицу перерасчета остатков по аналитическим счетам за месяц Это созданный алгоритм, который проходится по всем открытым счетам после завершения месяца И по каждому счету находит последний остаток Он дублирует эти записи с определенным идентификатором То есть закончился октябрь, наш алгоритм прошелся И продублировал по всем открытым счетам актуальные остатки И присвоил им значение, соответственно, октября И когда сегодня, допустим, 19 ноября Я начну искать остатки по всем открытым счетам То за ноябрь я возьму их из первой таблицы Они и так там хранятся высоко И мне не потребуется много времени и ресурсов для того, чтобы их достать А за остальными счетами и остатками я пойду в перерасчитанную таблицу Далее детальный слой построен И уже на основе него закладывается логика конкретных отчетов То есть у нас есть три слоя Промежуточные вычисления и расшифровки И готовые отчеты Там уже более сложные алгоритмы для формирования конкретных отчетных форм Когда мы что-то проектируем, мы не можем обойтись без правил Или без каких-то методов Вот и мы используем методологию Data Vault Что же это такое? При такой методологии есть три типа таблиц Таблица Hub, которая содержит какую-то неизменную характеристику сущности Таблица Sat, Satelit, которая хранит описательную характеристику, которая может изменяться И таблица Link, которая используется для связи хабов многие ко многим Вот возьмем на примере клиентов То есть у нас есть клиент Мы в хаб храним его идентификатор уникальный В таблице Sat содержится вся его личная информация Номер телефона, который может часто изменяться И так как это банк, у клиентов есть дебетовые карты Соответственно, где-то у нас есть сущность дебетовой карты И вот в таблице Link мы связываем наших клиентов с дебетовыми картами Представьте, в какой-то момент банк решает выдавать клиентам кредитные карты Появляется сущность кредитной карты, и как же нам ее вписать в архитектуру? Очень просто Существующая архитектура никак не меняется А добавляется просто таблица хаб, которая содержит информацию по кредитным картам И, соответственно, наша вторая таблица Link, в которой мы связываем наших клиентов с созданными уже кредитными картами Архитектура не меняется, историчность не нарушается, мы спокойно работаем дальше Далее Так как я уже говорила, что логика обработки данных в Хадупе очень сложная И иногда обработка потоков и таблиц занимает очень много времени То мы всеми возможными способами пытаемся это сократить до дней и часов, а то и даже минут И в этом нам помогает партицирование Партицирование — это разделение каталога или таблицы на подкаталоги То есть, если у нас есть таблица остатков Наша любимая таблица остатков То в случае, когда мы выбираем поле партицирования дату То наша огромная таблица разделяется на под таблицы или под каталоги Можем называть как угодно По дате И если мы, например, знаем, что нам нужны остатки за 9 мая 2019 года То мы очень быстро найдем эти остатки Тут просто другая сложность Что если мы не знаем, какая именно под таблицей нам нужна То мы опять же пересматриваем все Тут у меня был вопрос к залу Но лучше я расскажу сама, чтобы случайно телезрители не упустили этот момент Давайте попробуем с вами выбрать поле партицирования для таблицы счетов Тут на самом деле даже на слайде есть подсказка Выделено поле счет первого порядка Если, например, мы захотим разделить нашу таблицу на 1000 партиций То мы можем взять первые три цифры счета, которые мы видим И разделить ее по трехзначнику счета на почти 1000 партиций Да, их будет немножечко меньше В таком случае у нас получится Примерно 100 тысяч записей на подкаталог с номером 102 И примерно 600 миллионов записей на подкаталог с номером 408 Это не совсем хорошо Потому что когда мы делим таблицу по полю партицирования Мы стараемся, чтобы она у нас была примерно равнозначной То есть чтобы эти партиции получились примерно равнозначными И нам потребовалось небольшое количество времени на их обработку Потому что 102 обработается быстро, а на 408 мы можем опять зависнуть Потому что ходук нам скажет, что 600 миллионов все-таки многовато Что же делать в таком случае? А в таком случае нам не обязательно выделять поле партицирования уже существующее поле Мы спокойно можем выбрать, например, последние три цифры счета Там уже получится примерно равнозначная выборка Потому что она уже не зависит от синтетики счета И тысяча партиций получится примерно равнозначной То есть вывод здесь такой, что полем партицирования может выступать Не обязательно существующее поле, а то поле, которое вам удобно в данный момент И вы его можете выделить И в завершение расскажу об одном инструменте, который очень помогает нам в работе Но, как оказалось, при общении со смежными командами не очень многие его используют Когда мы пишем потоки загрузки данных, то мы логируем все наши действия Логируем мы их в три журнала Журнал стартовавших загрузок, журнал завершенных загрузок и журнал событий В таком случае, когда у нас совершаются предописанные ошибки Мы их можем сразу увидеть в журнале ошибок Для этого мы не погружаемся в какие-то сложные системные логи Также, когда мы загружаем данные пакетами Мы сравниваем журнал стартовавших и завершенных загрузок И понимаем, какие же данные у нас загрузились, а какие потерялись в какой-то определенный момент Можно взять этот метод на заметку А я перехожу к своей третьей части и расскажу о внутренних регламентах, процессах И о том, какими же задачами занимаются аналитики Нас на проекте работает большое количество, нас более 50 И аналитики для удобной работы поделены на три части, на три группы Первая группа занимается слоем детальных данных То есть тем слоем, про который я рассказывала ранее Они проектируют сущности, они знают, какую методологию нам лучше использовать Какую модель данных выбрать Следующая команда – это команда формирования отчетных форм То есть те люди, которые конкретно отвечают за отчетные формы Они погружаются в бизнес и в дальнейшем уже строят эту логику в нашей системе И третья команда – это команда интеграций Существует большое количество сторонних сервисов, с которыми приходится интегрироваться Разработчики – это единая команда, которая берет в работу задачи от каждого аналитика Как же происходит процесс работы над техническим заданием? Например, команда отчетных форм первым делом выходит на бизнес И понимает, как же отчетная форма собирается сейчас У многих отчетных форм очень сложная логика формирования И часто в банке за нее отвечает большая группа людей Которые сейчас в полуручном режиме собирают эти формы То есть мы собираем эту информацию, строим модель из ИС Понимаем, как же форма собирается и сейчас Чтобы на основе этого уже построить схему 2B И согласовать ее с бизнесом о том, как же это будет выглядеть в системе Когда все согласовано, все понятно Мы уже, соответственно, строим потоки загрузки данных Пишем технические задания и передаем их в разработку Так как нам приходится работать с большим количеством технических заданий Которые разработали другие аналитики То в таком случае очень удобно, когда они все описаны в едином стиле И соответствуют определенному регламенту Поэтому первым пунктом я выделила, что у нас есть регламенты на описание технического задания Регламенты на описание таблиц, журналов То есть все в едином стиле И когда ты заходишь на страницу другого человека, который это описал Ты спокойно можешь найти всю необходимую тебе информацию И тебе не потребуется много времени на поиск нужных данных Также, так как бизнес у нас очень сложный и специфичный Иногда для некоторых форм используются такие сущности, о которых мы даже не знали И, допустим, аналитик по одной отчетной форме пообщался с бизнесом Выяснил все это, узнал какую-то сложную логику формирования Он первым делом пойдет и зафиксирует ее в базе знаний Чтобы уже в дальнейшем аналитики повторно по этим вопросам не выходили на бизнес А смогли обратиться к этой базе знаний и почерпнуть информацию оттуда На этом я завершаю свое выступление Сегодня мы узнали, что же такое большие данные Как мы построили хранилище Как нам на эти данные смотреть Как их обрабатывать, забирать А также, какие задачи на проекте выполняют аналитики На слайде приведена полезная информация Презентации будут разосланы Поэтому вы сможете по ссылочкам перейти и посмотреть Спасибо за внимание А теперь жду ваших вопросов Спасибо У нас есть вопрос от нашего участницы Елены Какие источники данных использует универсальный загрузчик Файлы и какие базы данных И какую скорость загрузки данных в сутки Да Универсальный загрузчик может работать с многими источниками То есть для него не принципиально Там есть специальные поля В которых мы указываем, какой у нас есть источник Куда мы перекладываем То есть по сути он называется для этого универсальный Чтобы мы его использовали в разных местах Если, например, где-то еще потребуется То есть не из источников первичный слой данных А где-то на других уровнях Потребуется также перекладка данных Его можно использовать там Достаточно просто указать источник и целевую таблицу Спасибо Надеюсь, мы ответили Какие еще есть вопросы? Лена, спасибо за доклад Меня зовут Алена Юрфельд У меня такой вопрос Отчетность — это лучший способ посвятить ошибки В принципе, не только в рамках отчетности Но и в учетной системе Причем ошибки могут быть разные Там ошибки ввода, ошибки процессов, ошибки интеграции Вот мне интересно по опыту Какие из них были самые часто встречающиеся Или, может быть, был самый запоминающийся пример ошибки Если, конечно, можно про него рассказать Да, часто бывает, что очень много ошибок Именно в самих системах То есть мы закладываемся на определенный тип Что нам придет вот это Согласовываем с бизнесом Что ждем такие поля В такой историчности А приходит совершенно другое Алгоритмы заложены на то Ну, приходится часто переделывать из-за этого Потому что не всегда Так как это банк Все конфиденциально Не всегда получается проверить всю информацию до конца Поэтому вот это, конечно, сложность Еще плюс Вот сторонние сервисы у меня остались таким вот облачком Неописанным Потому что сторонних сервисов очень много Есть отдельный сервис корректировки данных Куда направляются наши отчеты Там они корректируются И уже нам они возвращаются там с изменениями То есть, если, например, заложена проверка Что в номере счета не должно быть букв Мы сами это не проверяем Направляем туда Нам говорят, что ага, счет ошибочный Там уже решается, что с ним сделать И нам направляются корректные данные Ага, есть вопрос в зале В чате тоже много вопросов Потом перейдем к ним Раз-раз Кубасов Даниил Калуга-Астрал Вот вопрос Та система, которую вы используете Вместо, ну, реляционной, как вы говорили Не возникает ли проблема Вот с этим дублированием данных Нехватки места в хранилке Это первый вопрос А второй Ну, как вы чистите хранилку Если это вообще происходит у вас За какой-либо период, какие условия Просто вы храните данные Да Не легче ли добавить какой-нибудь булевский флаг Который там говорит о том, что данные обновлены Либо вам нужны, ну, старые данные Сейчас расскажу подробнее Да, бывает, во-первых, что и данные нужны Как это бывает, что, например, произошло изменение Спустя какое-то время А мы рассчитываемся за старые даты То мы все эти данные храним И в любой момент можем за любую дату рассчитаться Первый вопрос был Не достаточно ли места? Нет, такого не бывает Такой проблемы нет То есть места тут будет всегда достаточно На то, а не система для использования больших данных Вот И, по-моему, еще вопрос был Не обновляются ли данные? Да, данные никак не обновляются А, проблемы с дублированием Да, да, да Как избежать проблем с дублированием Вот как я рассказывала, что данные не изменяются То есть если приходит корректировка Запись не удаляется и не обновляется А загружается новая запись Новая запись загружается с более высоким идентификатором Поэтому, когда мы отбираем, допустим, из источника В следующий слой данных То мы смотрим просто на более высокий идентификатор И понимаем, что, ага, вот эта строка нам нужна А предыдущая уже не актуальна на сегодняшний день Спасибо Вопрос из чата от нашего онлайн-участника Алексея Он спрашивает Подскажите, как вы определяете, какие таблицы вам нужны? Если бизнес не знает, то кто подсказывает? Какие таблицы нужны? Они, вот, например, на данный момент все таблицы не созданы Они появляются по ходу То есть берется новая форма Мы понимаем, на каких источниках собирается эта форма Выходим на тех, кто работает с этими источниками Узнаем, какие сущности у них заложены И эти сущности закладываем себе Ну, точнее, закладываем структуры под эти сущности И вот поэтому постоянно происходит добавление новых сущностей Которые уже в дальнейшем используются Спасибо Продолжим вопрос из чата Зачитывать их очень большое количество Вот Сергей Пёрышкин Не знаю, насколько ответили чуть раньше Если ответили, то не надо Можете немножко рассказать, как происходит обновление Релиз при изменении в источнике Допустим, удаление или добавление полей Тут такая ситуация, что если, например, релиз был выведен на стенд промовский То есть потоки пишутся и постепенно выводятся на промо Они не выводятся всем скопом То есть когда система готова, выводится А выводятся постепенно То есть если поток уже был выведен на промо И он используется, то мы его не обновляем То есть вот есть такое правило Что мы выводим новую версию А старую потом, например, можем удалить Если она, допустим, не актуальна Так, обновление... А, мы не можем его узнать? Ответила я на вопрос Или надо еще подробнее? Ну, я думаю, будет обратная связь Мы недостаточно подробно Я думаю, что... Давайте продолжим по вопросам То есть вот Марина благодарит за доклад Спрашивает, проходили ли ваши аналитики Какое-то специальное обучение По проектированию Data Values И как вы вводите новых людей Незнакомых с таким подходом к базам данных Ну, основное требование к аналитикам Это, конечно же, SQL Потому что SQL используется То есть у Hadoop есть Hive и Impala Которые используют околоSQL язык То есть там совершенно небольшие изменения Главное — это желание узнавать что-то новое И не бояться трудностей На самом деле это не трудно, не сложно Можно с этим ознакомиться, узнать И все станет сразу понятно Ну да, тут вот связанный вопрос у Анастасии Она спрашивает А что бы вы посоветовали начинающему аналитику? То есть, наверное Начинающему аналитику, да Конечно, знакомство с SQL Ну, если будут какие-то общие знания Знакомство с моделями данных С архитектурами, то это хорошо Но если не будет, это не проблема Арсений спрашивает Спасибо, во-первых, за доклад Потом говорит Вы используете формализованные шаблоны Внутренних бизнес-процессов А разработчики используют одинаковые способы Реализации ТЗ Или каждая команда любит в кавычках Свой инструмент реализации? Наверное, я не совсем правильно сказала, что формализованные Формализованные они не в плане самих алгоритмов А в плане структуры То есть, когда мы оформляем, допустим, техническое задание Мы обязательно там указываем Все таблицы-источники Все связанные таблицы Ссылки, которые у нас используются То есть, чтобы по ходу технического задания это не искать Чтобы было выведено все сверху А так, конечно, алгоритмы очень индивидуальные Постоянно придумываются какие-то новые подходы В зависимости от сложности формы В зависимости, если необходимо оптимизировать поток Появляются какие-то новые методы и так далее А так про разработчиков могу сказать Да, что если, например, какие-то стандартные шаблоны есть То они могут использовать А так, конечно, тоже все остальное индивидуально Ну, то есть у каждой команды Может быть свой какой-то, да, любимый образец Образец может быть, да Но именно вот чтобы брать его Как образец для оформления Понятно, спасибо Глядите, Антон пишет Добрый день Вы сказали, что если, например, у клиента появляется новый продукт Кредитная карта То добавляете новую таблицу Двоеточие Ключ клиента плюс данные нового продукта А что вы делаете, если появляется новый параметр продукта или клиента То есть необходимо добавить новый столбик в уже существующую таблицу Чем заполняете старые строки Абсолютно аналогичный пример То есть если у клиента мы, допустим, везем мобильный номер телефона А у него появляется домашний номер телефона Мы существующую структуру никак не изменим Мы просто добавим новую сущность В данном случае это уже будет не линковочная таблица для связи А таблица сателлит Которая вот так же хранит описательную характеристику То есть с первой таблицы будут все основные атрибуты А следующая таблица сателлит будет хранить только, допустим, домашний номер телефона То есть это не проблема Чтобы историчность первой таблицы не потерять Проще добавить вторую И уже связывать ее с основной Понятно Елена спрашивает Сталкивались ли вы на проекте с проблемами потери или задваивания данных? Если да, то какие кейсы применяли для решения проблем? Тут надо понимать, какое именно дублирование? Потеря и дублирование Да, вот надо понимать, какое именно дублирование То есть если дублирование уже на уровне источника Это надо выходить на источник и определяться с ним То есть если источник нам пришлет две одинаковые строки Ну мы тут никак не в силах понять, что же он имел в виду Если дублирование происходит на нашем уровне, мы это избегаем с добавлением наших идентификаторов, по которым мы понимаем, какая строка более актуальная, которая нет. И, соответственно, используем даты, чтобы понимать, какие данные были актуальны в какой именно период. И удаление было сказано. Для этого как раз используется первичный слой данных. То есть, если, например, источник каждый день удаляет данные. Сейчас мы вернем презентацию. Если источник каждый день удаляет данные, то для этого у нас есть первичный слой данных, в который мы эти данные забираем, сохраняем. Если завтра источник эти данные удалит, то нас это уже не касается. Понятно. Еще два вопроса из чата, и можно будет перейти на зал. Мария спрашивает. Сколько у вас тестовых средств и какой датасет лежит в тестовой среде? Production-like или автосгенерированные тестами? Если автосгенерированные тестами данными, как тестируете приближенные к Production данными кейсы, данным кейсы, в этом случае когда невозможно получить такой же набор данных? Я могу дать вот так для шпаргалки. Да, я поняла вопрос. Единственное, я думаю, это же не секретные данные, мы можем про них рассказать. Ну, давайте скажем так, что в тестовой среде храним тестовые данные, приближенные по размерам к промовским. Возможно, обезличенные, да? Да, да. Спасибо. И последний вопрос от Сергея Пёрышкина. Давно нам его задал. Какой объем данных за месяц, какая глубина хранения в итоге? Объем данных. Чтобы примерно понимать, вот, например, за месяц приходит... Ну, возьмем те же самые остатки, про которые я уже несколько раз говорила. За месяц приходит чуть больше полумиллиарда данных. И могу здесь сразу сказать, что, чтобы обработать вот этот почти миллиард данных, ну, в большую сторону, после половины, чтобы обработать этот почти миллиард данных, мы... Точнее, обработать этот почти миллиард данных мы сейчас можем за 45 минут. Это считается нашим успехом, потому что мы сократили время во много раз, ну, вот, с того, что мы начинали, с всякими различными методами и способами оптимизации запросов. Спасибо. Есть ли вопросы в зале? Я извиняюсь. Меня зовут Анна, всеинструменты.ру. Большое спасибо за доклад. Очень интересно. Я вообще системный аналитик с аналитикой данных так очень поверхностно работаю. У меня следующий вопрос. Может быть, я пропустила, вы уже ответили. Меня все-таки беспокоит вот это дублирование данных в базе. То есть вы сказали, что вы дублируете их один раз, потом можете второй раз, третий, десятый и так далее. То есть вы просто добавляете более высокий идентификатор. Да. Соответственно, вопрос. Вы в итоге их все-таки как-то чистите, или они у вас вот все сохраняются и все лежат? И сразу продолжение вопроса. Если да, то, очевидно, вы считаете, что есть преимущество такого подхода хранения данных. Как вы для себя эти преимущества определяете? Да. На первый вопрос, да, не чистим. Потому что, да, это сложно понимается, но надо понимать, что здесь не чистятся данные. Они сохраняются, хранятся, хранятся, хранятся. Но Hadoop, он действительно и рассчитан на такие вот огромные, даже, наверное, не скажу таких цифр, объемы информации. То есть мы их храним спокойно, а преимуществ, ну, вот мы рискнули и прям решили на Hadoop строить свою систему и прям все расчеты проводить на Hadoop. Потому что часто бывает такое, что на Hadoop люди хранят, подтягивают туда реляционку и рассчитываются уже на реляционки. Мы же пошли по такому методу, что и прям на Hadoop решили рассчитываться. Ну, видно будет, когда проект завершится, поймем. А есть какие-то кейсы форс-мажоров, связанные с этим методом? Форс-мажоров какого плана? Наверное, именно в обработке данных и так далее? Нет, просто часто приходится именно оптимизировать запросы. Вот. Нет, наверное, не большую часть времени, а какое-то время все-таки приходится уделять на то, чтобы оптимизировать эти запросы, так как мы понимаем, что большие объемы информации, и надо сокращать время работы и так далее. Поэтому приходится просто дополнительную часть времени тратить на то, чтобы оптимизировать эти запросы. Еще вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня зовут Русяк. Я бы хотела узнать, а были ли у вас такие случаи, когда вы сталкивались с тем, что вы дошли уже до такого уровня оптимизации, что вы уже не знаете, как оптимизировать этот запрос? Тут вопрос, наверное, а надо ли дальше его оптимизировать? Ну, потребности есть же всегда. Да, да. Вообще, возможно, есть всегда, но, наверное, до такого мы еще не доходили. Или, например, мы доходили до такого уровня, что, например, вот мы обрабатываем почти миллиард до 45 минут, мы понимаем, что да, сейчас этого достаточно. И, возможно, данный поток мы пока оставим в покое, и пока не прилетят следующие требования, запустите нам его и загрузите за 5 минут, мы подождем. Ну, то есть вот если требование, допустим, придет, то мы будем уже думать о том, как это делать. Да, будем думать и искать, наверное, ответы, можно ли это сделать, или все-таки обосновывать, почему нет. То есть в вашей практике такого не было, когда вы обосновывали, что нет, это невозможно? Наверное, не прилетали конкретно такие требования, что загрузите за 5 минут. Просто идет всегда оптимизация, оптимизация, и вот заказчик понимает, что 45 минут, да, достаточно, и это очень хорошо, и вот мы на этом останавливаемся. Вы по требованиям работаете, или вы сами, например, понимаете, что какие-то запросы? Сами тоже, да, да, но все равно с заказчиком это приходится согласовывать в конечном итоге. Понятно, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алена, спасибо большое за доклад. Была картинка хорошая с таблицей праймера и все про клиента, потом там кредитные карты, там дебетовые карты, но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что в реальности система, которая про дебетовые карты содержит свою информацию про клиентов, которая про кредитные, свою, и когда в реальности начинаешь на это смотреть, один клиент с другим вообще-то вообще не совпадает, где-то дублицируется, где-то или еще как-то. Как вы справляетесь вот с этими проблемами, статики, которая в теории должна быть одинаковая, а на практике всегда разная? Да, это, наверное, вот больше вопрос про то, что 5 систем прислали нам счета, и как же нам эти счета объединить в одну систему? Да, это есть, конечно, вопрос, и за это отвечает отдельный блок, он немножко за пределами нашего проекта, он, получается, объединяет эту информацию, и мы уже получаем счета, которые из всех источников объединены. То есть вот у нас готовая таблица, там счета с указанием источника, и вот мы ее используем. Счастливые люди. И если можно, второй вопрос. Как-то у вас есть процесс data quality? Ну, то есть вы убеждаетесь, что вы вообще-то все загрузили, загрузили все правильно? Есть какие-то эвиденсы, как вы можете ответить на вопрос, что у вас действительно все правильно? Да, да, конечно, как раз вот используется сервер корректировки данных, в котором проверяются вот не только изменения или некорректные там загруженные значения и так далее, а еще и проверяется количество соответствия, чтобы все поля попали в нужные атрибуты. Вот. И это все проверяется на сторонних сервисах проверки данных. Счастливые люди за все сторонние сервисы отвечают. Спасибо. Но сторонние сервисы тоже надо было к этому подготовить, чтобы они за это отвечали, да. Еще кто-то поднимал руку? Спасибо за доклад. Меня зовут Федорова Екатерина. Я хотела уточнить немного про процесс доработки. То есть сейчас вы рассказали, что вот мы уже построили какие-то таблицы, у нас уже строятся отчеты, и тут появляются два варианта. Первый — это либо вам начинают вкидывать какие-то новые атрибуты, и второе — вас просят вывести в отчетность какие-то новые атрибуты. И вот хотелось бы понимать, кто, например, отвечает за поиск. То есть к вам приходит заказчик, например, говорит, хочу в отчете новое поле. Он вам уже сразу говорит, что сходите туда, оно там есть, или там у вас аналитики этим занимаются. И в обратную сторону, соответственно, вот вам присылает в систему какой-то новый атрибут, и вы, например, понимаете, что его нигде не используете, и говорите, мы не будем его получать. Или наоборот, понимаете, что он вам нужен для чего-то вот в отчете. Первый вопрос. Если вдруг в отчете появляются новые атрибуты, нам его нужно добавить, соответственно, в этот отчет, то, скорее всего, первым делом мы пойдем в бизнес. Так как отчетность ведется банкам, это вот обязательная деятельность у них по отчету в ЦБ и другие отчетные организации, то в текущий момент в полуручетном режиме это уже где-то собирается. То есть есть какая-то команда, которая это собирает, которая использует атрибуты и там, не знаю, на коленке это все рассчитывает. То есть они понимают, где это хранится, откуда это взять. И, ну, пообщавшись с ними, мы поймем, допустим, где взять, а себе уже мы это заложим в дополнительную структуру, как вот я раньше рассказывала, что методология позволяет добавлять новые атрибуты. Если вы говорите, что в сущности появляется новый атрибут, который нигде не нужен, то, наверное, в текущий момент, когда он только появится, мы его не заберем, потому что он не нужен. А уже когда появится потребность, то спокойно заберем и тоже без проблем впишем в архитектуру, потому что архитектура это позволяет. Да, просто вопрос еще был связан с тем, что регуляторка, она меняется, может быть, не так часто, но все-таки иногда меняется. И когда ЦБ запрашивает какие-то новые атрибуты, а с понедельника мы хотим получать от вас что-то еще новое, то в этот момент как бы и бизнес начинает бегать в попытках как бы найти все это. И, соответственно, приходит к вам и говорит, вот нам желательно это все сделать. Да, но, возможно, атрибуты, допустим, все равно не появляются с потолка, они уже были где-то в каких-то других сущностях, возможно, уже использовались в других отчетах. И тогда мы просто, конечно, придется дорабатывать поток, выводить вот новую версию отчетной формы, но этот атрибут туда подтянуть из уже, допустим, готовой сущности. Не подскажете, у вас продолжительное время, наверное, занимает вся эта подготовка, или вы как-то уже сократили релизные сроки? Подготовка в плане выяснения с бизнесом всех вопросов? Нет, ну понятно, что с бизнесом можно общаться долго, вот именно релизный цикл у вас, вот от момента там зафиксированных требований до момента выхода потока в пром. Но тут надо понимать, что вот зафиксированные требования, да, тут время общения с бизнесом может отличаться в зависимости от сложности или там несложности формы. А так вообще примерное время, которое затрачивается на каждый поток, оно описано, то есть на такой слой столько времени необходимо, на такой слой столько. Возможно, если очень сложная там логика, мы можем выйти за эти сроки. И дальше уже собираются релизы, они выводятся, за это отвечает релизный менеджер, он ведет вот эту вот всю документацию и понимает там, какой релиз у нас на тестовой среде, какой уже в проме, и вот за это отвечает. Это тоже там какой-то срок занимает, да. Да, спасибо большое за ответы. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вы сравниваете как-то бизнес, ценность ваших внедрений, изменений, то, что вы отчеты переводите на автоматизированную систему, да, с тем, что раньше люди там собирали в полуручном режиме, с тем, что сейчас автоматически там стоимость разработки сравнивается ли со стоимостью того времени, которое затрачивается на этот полуручной сбор данных? Интересный вопрос. Даже не подскажу, конкретно мы не сравниваем, но я думаю, у заказчика есть такая задача, и я уточню, сравнивают ли они и отыгрываем ли мы. Да, Елена, давайте, у нас нескончаемый поток вопросов, но в любом случае… А я могу на них как-то ответить после? Я думаю, в чат мы можем ответить, да. Вот, поэтому последний вопрос, и мы можем закончить. Я думаю, используется ли реплицирование данных, и если да, то какой фактор репликации данных используете? Реплицирование, мы тут говорим про источник, мы не можем просить. Но, к сожалению, автор не детализировал, поэтому мы можем попросить уточнить вопрос в чат. Да, наверное, с этим ответом я вернусь в чат. Автор вопроса, Елена, просит уточнить, какую репликацию вы имели в виду. Давайте поблагодарим нашего докладчика за терпение. Спасибо вам. Елена, какой вопрос показался вам наиболее интересным? Кого мы наградим? Вот прям при последнем вопросе я вспомнила, что надо было запоминать вопросы, но их было так много, что… Мы можем ввести новый фактор, самый, как сказать, быстрый, самый запомнившийся вопрос, последний в конце концов. Коллеги, наверное, я дам этот бланк вам. Спасибо. Все, да. Спасибо вам. Оставляйте смайлы с номером нашего докладчика на стенде обратной связи. Спасибо.